Друзья, всем привет! У нас сегодня воскресенье, 5 мая, а это значит, что в Корее День защиты детей. По этому случаю наш папа с утра приготовил детям кимпап. Ангелина так ждала этого дня, целый месяц, наверное, каждый день спрашивала, когда День защиты детей, когда День защиты детей. Так ей хотелось подарок, хотя каждый день игрушки ей покупаем, но праздник это совсем другое дело. Да? Да, утром сегодня передавали, что будет не очень чистый воздух, но к обеду уже развеется дымка, и будет прекрасный день. София захотела лепешку. Что это, фото? Фото, это такой блинчик, жаренный на жару. Ай-ка, скажи, чай. Фото, не б Achui, если. Жарина GodMS0 и он тоже жаренушей, он еще гравитый. Это, то я его heißю и об том, что это неб阻birth Yay. Шоманせて zabлав później. Небы, favorite это делать месяц? . и начинка с орешками всякими и вот такие еще корейские сладости тип казинаки тут открыли новый вот такой вот ресторан а раньше был здесь шведский стол корейский о софья увидела что живое пиво бокал всего 500 копеек красиво но кухня по моему итальянская что ли какая-то короче европейском очень жаль а был такой хороший корейский ресторан куда катимся а тут продают такие букетики потому что сразу после того как пройдет день защиты детей будет день родителей и родителям принято покупать вот такие букетики маленький цветок поздравляют дети в садике делают открытки все короче все как у нас идет с папой за подарком довольны тут такой друзья отдел с палатками и нашли гамак гамак я хотела у мужа там на заводе повесить всего стоит 15 долларов даже меньше очень дешево и вот такой вот возьмем сейчас палатку палатка не палатка она просто от солнца прятаться в парке тоже стоит очень недорого 25 баксов всего классно такие массажные кресла здесь есть очень стильные прикольные а да если есть лишние несколько тысяч долларов по массажное кресло иметь дома очень круто расслабляет реально перед телеком сел такой дыды 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 и все разбил все свои соли накопившийся стресс корейцы просто бредят этими креслами и практически у каждого дома она есть у нас пока нет потому что у нас нету свободных несколько тысяч долларов я под шмок раскружила нашего папу на шортики себе найковские черные таки просто шорты обожаю удобную одежду и дома можно в ней ходить и на улицу тут же шлепки вон обол шорты эти нацепил и пошел стоили они что-то около 40 долларов что со скидкой с большой вау а арина альтика и папа купил мне крем чей сегодня у всех праздник и у детей у мамы подарков кучу наложили как сильно и эта фирма начали паблик одна из самых недорогих фирм но этот крем с улитками и золотом золотыми частицами большая скидка 50 процентов что еще делать в таком красивом туалете только сэлфи пилить да скажи этом на суше заглядывается нет только нет 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 перед тем как пойти в парк мы решили пообедать сок я захотела тэджи кальби это такое мясо ребрышки свиной жареный на углях так выглядит внутри таком дизайне стиле там он тут комнаты такие где можно если вы пришли компания или какой-то большой семьей уединиться закрыть двери и никого не видите не слышать как обычно нам принесли угольки настоящие нам принесли мясо и пончаны всякие разы еще не все но как обычно пончанов много лещик блинчик из кимчи очень вкусный как всегда на выходе бесплатное мороженое вот такими сачками огромными чистят пруд озера они могут просто вот здесь поставить ее ветром сдувает и в озеро в корее как и везде люди катят везде одинаково друзья это никакие особенно люди просто здесь убирают видите сразу идут и убирают за всеми вот и все да вот видите как я и говорила ставят на перила стаканчики с напитками и они потом падают воду все друзья поставили нашу палатку такая она прикольная довольно добротная за 20 долларов то за 23 доллара очень крутая конечно спать на ночь в ней не останешься потому что она ну как бы баллонька такая тоненькая совсем но так вот чисто она со всех сторон закрывается папа счастливый отрубился уже все здесь с палатками все девки тут расположились пикничок у них всякие печеньки холодильник мы взяли с тобой там у нас напитки и пиво да кемпинг да кемпинг мы сейчас сидим под мостом потому что под мостом прохладно так у нас плюс 30 сегодня ужасно жарко мы пока дошли до сюда чуть не сдохли сов сов я вам даже джинсы сняла и надела мои новые шорты в туалет зашла переоделась так вот здесь дети купаются фонтане очень жарко поэтому но мы не взяли запасную одежду поэтому мы купаться сегодня не будем довольно много народа хотя я думала что будет гораздо больше конечно просто эти выходные очень длинные и люди все уехали за границу отдыхать ни на дорогах не в парках нигде народа не и в таких вот палатках для детей проводят всякие ивенты как-то так обычно и выглядят мероприятия жара смотрела всех и сейчас мы опять поедем в офис к мужу завтра открытие ну не открытие а приедут все блогеры самые знаменитые дети блогеры и скорее и в целях рекламы будут короче там развлекаться снимать рекламу вот и после этого уже будет открытие поэтому сегодня надо все подготовить вот эту палатку что мы купили сейчас еще одну купим и на улице там поставим детям интересно раскладывать складывать палатки такое развлечение тоже будет жарить сосиски раскладывать палатки разводить костры и все такое в общем помимо слаймов чтобы еще что-то было гамак повесим еще один гамак надо купить может даже парочку вот сейчас отдохнем и с новыми силами опять поедем туда внучка дедушку катит на инвалидной коляске шутит с ним что-то там бегает люди человеческие чувства все это абсолютно одинаково в каждой стране нет нет каких-то различий а панте хай кай рк а а а а а а как видите в колясках возят собачек и корейцы маленьких собак очень любят также как японцы очень много держат маленьких собак сколько едем за окном вот такой корейский ландшафтный дизайн камни и азалия очень характерный такой вид корейских тротуаров корейских улиц ни с чем не спутаешь мне кажется нигде такого больше нет камни и а далее и кусты какие-то красные эти плюнуть окираны это не парк ничего просто просто улицы обочины дорог улицы ну что мне нравится азалия за то что она цветет дольше чем сакура сакура вот буквально только расцветает тут же сразу опадает от первого дождя от первого ветра то азалия она как-то держится долго и азалия потом переходит уже в розы скоро розы за цветут повсюду каждая кочка короче будет цвести потом розами сменяется и так круглый год ну кроме зимних месяцев пары пары зимних месяцев вот а так круглый год корея цвету у нас появилась новая качелька такая удобная такая классная круто палаточки расставим гамаки развесим и вообще будет красота еще муж купил колонки большие чтобы музыка была громко на улице будет дискотека это такая система через битуз можно с телефона любую поставить музыку и хоть откуда да хоть с флешки очень удобно такие вот колонки фирмы ямаха японский обиделся друг ангелинка сама бегает с пузырями и не дает поиграть никому вот жопа с ручкой ангелина оу все надо было две покупать вот так всегда друзья в прошлый раз мы это дерево ломали ломали на дрова потому что муж говорит что она давно высохла и представляете после того как мы его наломали видите там обломанные все ветки это я ломала у него почки повылезли листочки полезли в него прикиньте как такое может быть получается я сделала профессиональное кранирование дереву вау вот это да вот это я молодец это кстати очень такое хорошее дерево на нем растут очень вкусные листики которые употребляются в еду очень полезные и очень дорогие поэтому если оно ожило это просто прекрасно повесили гамак ну специально для детей чтобы они смогли в него залезть низко здесь вот по вкусу из-за того как边 уже очень вкусный вот там один шаг низко enos И люди уже проезжают мимо, и все спрашивают, а что у вас тут, а что у вас тут? А ничего, пока нет. Сосиски европейские, сосиски корейские, из риса. Не, правда, это вкусная штука, будете в Корее обязательно попробовать, жаренную вот такую инонуглю. Не сказать, что это очень полезная пища, но вкусно, как мы жарим на костре хлеб, так они и жарят вот такие рисовые клетки. Получается хрустящее и вкусное. Но мне, конечно, наш хлеб нравится больше, но у рисовые клетки тоже ничего, ничего. Говорю, надрежь сосиски, надрезал. Да, это мой муж. Ангелина, ты что там права качаешь усердно? А? Только с пацанами, друзья. Ни одной девочке-подружке, ни одной, друзья. Пацан. Без перца. Пацан без перца. Завтра предстоит нам очень такой день, сложный. Поэтому я не знаю, когда буду монтировать этот ролик, который сегодня снимаю. Скорее всего придется отложить на какое-то время, пока закончится весь этот ажиотаж. Субтитры сделал DimaTorzok. Это мой муж. Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...